Вчера был четверг, и вчера была очередная экспирация по индексу РТС, недельному, и последнее время экспирация проходит совершенно чудовищно, и я решил подготовиться к этому делу. Вчера проходила экспирация по индексу РТС, вчера был четверг, экспирация происходит в четверг по индексу РТС. И в последнее время в день экспирации происходит резкое движение, то вверх, то вниз доллар скачет, и это обычно нервно происходит. И у меня была стратегия, вот кондор такой железный, и как-то вот у меня так построено, что прямо вот по центру стоит, все хорошо, и вроде бы должна прибыль быть, но если ничего сильно не изменится, либо в ту сторону, либо в другую сторону. И я смотрю, значит, он начинает так болтаться туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда в среду, и что-то мне как-то стало немножечко стремно, а под это распаду идет очень хороший, значит, доход в последние дни, вы знаете. И как-то так вот ближе к концу дня в среду я решил, смотрите, вот когда вот там ровно посередине, вот там такая вот линия, значит, получается на кондоре, и ровно посередине, думаю, ну я нафиг. То есть у меня по тета-распаду намечалось еще в районе там 2000 рублей прибыли, я думаю, не буду я дергать судьбу за усы, и закрою всю позицию, ну то есть зафиксирую прибыль, пусть не всю, но зафиксирую. И начну уже строить следующую, чтобы не было вот так вот близко к краю на момент экспирации, что я и сделал. И я продолжаю ту самую мысль о том, что рынком управляю я, то есть как только я перепугался, как только я решил, что надо все зафиксировать, не дай бог что-то изменится, я все зафиксировал, в результате ничего не изменилось. То есть очень редкий случай, когда в день экспирации ничего сильного, серьезного не произошло. Давайте посмотрим, что вчера было с индексом РТС, посмотрите. Вот на начало дня индекс РТС соответствовал, ну фьючерс на индекс РТС, значит там 12, 116, 837 на начало дня, он упал на 1000 пунктов. Ну это, так сказать, сильно, это когда на 2500-3000, а тут, ну там, на 1000 упал, потом поднялся на ту же самую 1000, потом снова упал, потом, короче говоря, поколебался и доколебался. В общем, он закрылся ровно на том уровне, так, сейчас посмотрим, 19 часов, где у нас было. Ну он немножечко возрос, вот она, ну в общем, на том же уровне, на котором и закрылся. То есть, ребята, я продолжаю управлять рынком, как только я, значит, вышел из рынка, рынок перестал работать и, соответственно, ну я зафиксировал свою прибыль, она была меньше, чем я получил бы, если бы не вышел. Но если бы я не вышел, благодарите меня, если бы я не вышел, то был бы резкий скачок, наверняка, вот, однозначно. Вот, ну давайте теперь, кроме шуток, значит, смотрите, а сегодня у нас экспирация по нефти, а вот из нефти я не выходил. И давайте посмотрим, какая у меня ситуация по нефти. По нефти у меня точно такая же ситуация, как была накануне экспирации на индекс РТС, посмотрите. Вот здесь вот, сейчас я увеличу этот график, вот так и вот так. Посмотрите, сегодня у нас экспирация по нефти, почти кондор, только крылышки вниз опущены, ну потому что, ну я не верю, что он скакнет либо сюда, либо сюда. Я не верю, что нефть скакнет ниже, чем 40 долларов за баррель и скакнет выше, чем 43 доллара за баррель, хотя выше она может скакнуть в случае, там, ну какого-нибудь удара по объектам Саудовской Аравии. Вот, который весьма не исключен, кстати, вот, или по Ирану, вот, но, в общем-то, сейчас 42.35, вот, теоретичный для меня момент 43, в принципе, может скакнуть теоретически, здесь 40, ну сюда, в общем-то, вряд ли. Вот, вот такая ситуация у меня по нефти и по тета-распаду, ну я, вот те деньги, которые я получу по тета-распаду, вот, они примерно соответствуют, потому что здесь график не точный, здесь теоретическая цена, и вот этот вот голубой график, он уже может быть, может быть где-то здесь или здесь цена, потому что часть из этой прибыли уже получена. Ну, то есть, смотрите, сейчас вариационная маржа 455, я должен получить, да, вот сейчас вот у меня стоит ниже нуля здесь график, и это соответствует 455, это минус 239, должен получить еще, ну, 700 рублей. То есть, ситуация такая же практически, которая была в среду с индексом РТС накануне экспирации, только я здесь не закрыл эти позиции, хотя вот могу прямо сейчас закрыть и получить вот эту вот окончательно вариационную маржу. То есть, если я закрою сейчас, то у меня будет здесь 38 тысяч, ну, а я надеюсь, что их будет 38, там, 700, например, или 500. Вот такая ситуация. Теперь, что касается индекса РТС, там все намного интереснее у меня. Почему? Посмотрите, вот какая у меня здесь конструкция построена по индексу РТС. Вы видите, что она жестко направлена вот в эту сторону, да, в сторону понижения индекса РТС. Сейчас я не вижу причин для повышения индекса РТС. Ну, ну, просто не вижу. Но при этом, посмотрите сюда, если индекс РТС резко вырастет, то у меня все полетит в космос. Вот, вот такая вот сейчас конструкция построена. Почему я построил такую конструкцию? Давайте посмотрим вот сюда. Смотрите, вот сюда, внимательно сюда смотрим, да. Здесь 117 500, здесь следующий 115 тысяч, и здесь 112 500. Вот, а вот здесь вот у нас 122 500. Смотрим. Индекс РТС, берем график масштаб, уменьшаем, и мы его уменьшим, пожалуй, еще больше. Вот так вот. Вот, и смотрим. Посмотрите, вот это график уже буквально здесь 23, здесь начало сентября. Вот это вот, вот это вот месяц. А вот это вот предыдущий месяц, август. Вот, и нам спрогнозировать поведение индекса РТС надо на ближайшие сколько? Там 3-4 дня, да. То есть сегодня пятница и, да, на 5 дней. Вот, то есть, ну, на 5 дней. Получается, что это вот буквально вот такой вот отрезочек. Вот. Вот такой отрезочек. Вот куда он пойдет? Он может пойти либо сюда, либо сюда. Смотрите, что я сделал. Вот он вот, стоит линия 125 тысяч, вот линия 127 500. У меня вот этот порог, вот этот вот порог, стоял именно здесь. 125 тысяч, 127 500. Я его сдвинул в эту сторону. То есть, посмотрите, что у меня сейчас. 122 500 проданные опционы колл и 125 тысяч купленные опционы колл. Зачем у меня эти купленные опционы? Ну, потому что не будь этих, не будет и этих. Вот, посмотрите, 122 500. Сейчас я вам покажу их. Вот они, 122 500. Ой. Рука дернулась. Вот. 122 500. То есть, смотрите, если индекс вырастет до 125 тысяч, то у меня проданные опционы будут полностью, ну, как бы, премия будет за мной, если индекс не превысит вот эту сумму. Если он превысит, то моя прибыль начнет вот так вот валиться. Но посмотрите, у меня асимметрия здесь минус 20 плюс 36. Поэтому, когда у меня прибыль поднимется куда-то сюда, пока она будет подниматься, пока индекс РТС будет подниматься, я буду сидеть тихо и спокойно и сохранять вот эту позицию. То есть, вот она у меня поднимается, у меня вот эта вот планочка. Да, она у меня отрицательная, но я буду внимательно за ней смотреть. И мой доход будет потихонечку опускаться по красной линии. И красная линия потихонечку будет тоже опускаться. Вот. Но, когда, значит, вот он поднялся, 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 он только начнет опускаться, что я сделаю? Я продаю, я буду продавать вот эти вот опционы колл. И они будут по максимальной цене, то есть, вот эта вот полочка, вот эта полочка, в момент, когда, ну, если он поднимается, и вдруг начал опускаться. Вот эта планочка, то есть, вот он, она у меня подскочит вот сюда куда-то. И станет вот такая же штучка. Вот. Сейчас я ее попытаюсь нарисовать. А что будет, если индекс не поднимется, и он пойдет опускаться вниз? Вот здесь намного интереснее. И, вы знаете, если посмотреть на дневной график, то вероятность того, что индекс РТС пойдет вниз, все-таки выше, чем вероятность того, что индекс РТС резко рванет вверх. Почему? Ну, потому что, ну, нет больших оснований к тому, что у нас все улучшится. Даже если бабахнут по Саудовской Аравии, и нефть резко вырастет. Да, индекс РТС подскочит. Но надолго ли он подскочит? То есть, только за счет нефти. Правильно? А все остальное, как бы все остальные факторы, ну, в общем-то, они не сильно у нас подействуют. Вот, если бабахнут по Аравии, то нефть подскочит, доллар, наверное, несколько упадет. То есть, это, ну, повлияет положительно на индекс РТС. Да, он подскочит. Вот он, доллар. Ну, доллар-то, да, упадет, ну, вот сюда он упадет. С 77 до 76. Понимаете? Вот, надолго ли он упадет? Ну, может быть, он упадет до 75. Ну, это все, это предел. Дальше он пойдет, ну, как бы вот здесь он и будет. Здесь он и останется, скорее всего. Вот. Ну, короче говоря, ну, не верю я, что индекс РТС очень сильно вырастет. Поэтому у меня такая стратегия. Поэтому у меня стратегия сейчас как раз жестко, жестко отрицательная дельта. Минус 4 дельта. То есть, посмотрите, вот здесь вот фактически путь спред. И посмотрите, куплено 14, вот здесь куплено 14 опционов путь. Куплено. И они будут расти за счет внутренней стоимости. Вот они. И к моменту следующего страйка они вырастут на 2 500. На следующем страйке у меня проданы 15 опционов путь. Которые начнут генерировать убыток. Ну, здесь 14, здесь 15. 15 минус 14, как вы понимаете, 1. То есть, вот она вот. Убыток мой будет генерироваться только, ну, фактически одним фьючерсом. Ну, после этого, только до следующего страйка. На следующем страйке у меня уже куплено снова 5 опционов путь. И дальше попрет все вверх. Так, вот, все движение происходит по красной линии, которая постепенно будет становиться... Ну, вот, давайте сделаем вот линию, не совсем красную, а вот такую, например, сделаем линию. Нет, не очень хорошо видна. Так, зеленая может быть хорошо видна. Вот зеленая будет хорошо видна. То есть, зеленая, и мы спрогнозируем. Вот, смотрите, 27 число это то, что будет в воскресенье. Давайте посмотрим, что будет в... Вот она вот, линия зелененькая. Если вы видите, она будет в понедельник. Теперь посмотрим, что будет во вторник у нас, 29-го. Ну, она немножечко вот такая вот изменится. Что будет в среду? Вот она уже начинает изгибаться. Этот распад идет. Давайте я ее сделаю потемнее. Немножечко вот такой. Вот она, вот она начинает изгибаться. Ну, и, соответственно, первое число она станет вот такой. То есть, где она остановится, там и будет. То есть, если индекс РТС пойдет вниз, то, в общем-то сказать, ну, ожидается прибыль. Прибыль будет. Давайте не будем, конечно, загадывать. Ну, она может быть, в принципе, любой. Вот. Ну, понятно, что она такой не будет. Вот. То есть, он, конечно, изменится, но не сильно в диапазонах. Ну, а теперь, что касается конкурса, который проходит на бирже московской, в котором я участвую. Лучший частный инвестор. Вот. Посмотрите, какая... Что у нас изменилось. Ну, давайте посмотрим, что у нас изменилось. очень было большой отклик на лузеров. Что у нас с лузерами? А с лузерами у нас следующее. Смотрим. Доход. Минус 99%. То есть, ED63 потерял все. Ну, что, в общем-то, и логично, потому что у него... Вот они. После экспирации закрылись все. Ну, то есть, они закрылись. Сальдо по итогам дня. Ну, уже все. После экспирации все закрылось, и они принесли 100% убытка. Вот. Следующий у нас стоит. Капелькос. Минус 95.42. И следующий, ноа. Минус 83. И 8. Ну, давайте вернемся к статистике. Значит, минус 93. Вот. Ну, здесь минус 78 написано. Здесь немножечко запаздывает в этой общей таблице. На самом деле, вот так вот. Минус 81. Нет, здесь все поменялось, в общем. То есть, как бы, вот, минус 81. Все поменялось. То есть, ну, лузеры закрылись, все проданные, да, все купленные опционы оказались вне денег и принесли максимальный убыток, который уже не восстановить. Они превратились в ноль. Теперь, что касается лидеров. Лидеры тоже несколько изменились. Вот. Все немножечко устаканивается. Ну, лидер по-прежнему, в принципе, не изменился. Здесь написано 215%. На самом деле, 119%. То есть, доход упал ровно в два раза. Вот он. Вот был 290%. Максимум 300%. Значит, он опускается, опускается и немножечко устаканивается. Вот. И что у нас у кармы? Вот он. У него закрылся путь спред. Очень грамотный путь спред закрылся. 117.500. 122.500. Вот он закрылся и принес стопроцентную прибыль. 30 на 30. Это значит, что 30 умножаем на 2250, на 2500. Ну, вот такая прибыль получилась. И минус разница в премиях между покупкой и продажей путь спреда. То есть, человек, который использовал опционную стратегию, получил прибыль по максимуму. По максимуму. То есть, он продал опционы 122.500 путь и продал... Купил опционы, насколько я понял. Да, купил опционы. Не понял. Ну, короче говоря, путь спред сработал по максимуму, поэтому получил максимальную прибыль. Очень заслуженно и очень грамотно сделал. Вот. Следующий участник. Вот он. Следующий участник. Он уже получил не такую прибыль. Прибыль 56%. Была у Сочи 105%. Она немножечко уменьшилась. Вот. Что у нас? Ну, здесь у нас был то же самое, только вид сбоку. Индекс РТС захеджированный опционом или опционы захеджированные индексом РТС. Прибыль немножечко меньше, но зато надежнее. Очень тоже грамотная стратегия. Что такое? Enter. Смотрим. Примерно то же самое. Значит, лидеры какие у нас? Бренд. Бренд. То же самое. Фьючерс плюс опцион. Значит, там конструкция хеджируется. Все шикарно. Ребята, учитесь у лидеров и учитесь, как не делать этого у лузеров. Ну, а что касается меня, давайте посмотрим, что у меня. У меня вот оно вот более-менее устаканилось. Я где-то нахожусь посередине 385. Ближе к группе лидеров. И мне это очень нравится. Вот. Сейчас еще одно интересное наблюдение. Посмотрите, вот у нас табличка. И здесь лидеры. Значит, смотрите, здесь, ну, я вам скажу, каждая страничка это 100 человек, то есть 1548 участников. 1548 участников. Мы уже посмотрели, кто самые большие лузеры. Мы уже посмотрели, кто самые лидеры. А давайте посмотрим, у кого же у нас кто посередине находится. Ну, скажем, на 10-й страничке. Вот, в районе нуля. В районе нуля. Давайте в небольшой плюсик уйдем. Вот. Вот. Посмотрите. 100 человек. Доходность. Либо просто, значит, прочерк стоит. Либо 001. Теперь посмотрим, кто брокер. Доходность нулевая. Тинькофф инвестиции, Тинькофф инвестиции, Тинькофф инвестиции, Тинькофф инвестиции. Финам, Альфа-банк. Но тоже прочерки. Прочерки, прочерки, прочерки. Дальше. У кого небольшая доходность. Открытие и Тинькофф, 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 Тинькофф. Здесь огромное число участников из Тинькоффа и из, ну, несколько человек из Открытия. Смотрите. У них вообще шикарная стратегия. Давайте посмотрим вот на любого из них, на самом деле. Ну, давайте посмотрим, что сделал фотограф из Тинькоффа. Вот у него даже что-то есть тут. Смотрим. Куда инвестировал фотограф? Где он тут у нас? Зелененький. Нет, он куда-то инвестировал. И он даже получил прибыль. Ух ты! Но, смотрите. АФК-система, Аэрофлот, Алроса, Детский мир, ЕТЛН, эталон, наверное. Лукоил, НМТП. Ну, транспортная компания. Так, Новороссийский, Москвы, торговый порт. Полюс золото, ПОГР, не помню. Полиметалл, РСТИП, СИБНЕФТ, это Газпромнефть, ТРУР, не знаю. И Яндекс. Вот. Ну, Яндекс скакнул, наверное, и за счет этого, в общем, так сказать, получилась прибыль. Но, что характерно? Фондовый рынок, ребята. Фондовый рынок. Теперь смотрим. Сделки. На фондовом рынке 37 сделок. Ну, что-то он купил, что-то продал. Но немного совсем количества сделок. Вот здесь давайте посмотрим. Вот вообще вот прочерки все стоят. Или вот этот вот Альфа-банк. Одна сделка. Доходность участника отсутствует, потому что сравнивать не с чем. Мейл.ру и МТС. Все. Фондовый рынок. Ни валютного, ничего. И таких участников, посмотрите, огромная доля вот в этом списке, который стоит из полутора тысяч человек, получили от минус 0.18, значит, ну, как бы в районе нуля до, значит, давайте следующая страничка. Восьмая. 0.02 процента. Тоже сплошные теньков инвестиции. Посмотрите. Фондовый рынок. Ребята, вы скажете, что это вот, ну, как-то вот убого, да? 0 процентов доходность, это не так интересно. Но их рейтинг будет постоянно расти. И если в результате они получат там по итогам конкурса плюс 5 процентов, то это будет большая удача, это будет здорово. На самом деле получить с сентября по декабрь там 5 процентов, ну, это уже выше, чем доходность по депозиту, и это правильно. И не надо дергаться. Если вы не знаете трейдинг, если вы в этом, ну, как бы вот, ну, не профессионал, то вы можете поставить на, на что ставят те, кто выиграл. Те, кто выиграл, они, ну, скажем, купили опцион в нужном направлении, и он взлетел. Но это удача и случайность. И вы видели, что есть люди, которые там внизу, они просто ошиблись. Они сделали то же самое, что сделали победители, только наоборот. Они купили, но не то. Они ошиблись. И эта ошибка привела к роковому падению. И что я хочу сказать, что те, кто, есть люди, которые купили, и они угадали движение рынка, у них бешеная доходность, вовсе не факт, что, используя ту же самую стратегию, они дойдут до конца. Я думаю, что многие из тех, кто купил, кто ставит только всю, на всю котлету покупает опционы в надежде, что он будет всегда угадывать рынок, они будут всегда в плюсе. Я думаю, что вот тот товарищ, те товарищи, которые в прошлом видео я рассказывал, которые потеряли максимальные деньги, миллионы, они как раз из этой категории. Они ставили все деньги на то, что, скажем, ну, рынок пойдет вверх или рынок пойдет вниз, и они угадывали. И поэтому у них появились миллионы. Поэтому у них появились миллионы. Откуда они взялись? Потому что люди угадывали движение рынка. Но это происходит не всегда. Вот здесь они не угадали. И потеряли свои миллионы, которые ранее заработали. Потому что, ну, это кроме шуток, это серьезные люди. Они, ну, как миллион, способен потерять трейдер, который этим занимается, но который занимается, который угадывает рынок, но не всегда. Вот так. Вот. А для того, чтобы успешно торговать, ну, надо использовать опционные стратегии, и надо страховаться, надо ограничивать свои убытки. Вот к этому я и клоню. То есть, смотрите, вы видели, что делают лидеры. Они хеджируют. Либо опцион плюс фьючерс, либо конструкция из двух опционов. Один куплен, другой продан. Дают самую лучшую прибыль, и у них ограниченные убытки. Вот что важно. То есть, они угадывают направление рынка, но при этом, значит, если они угадали, то они в хорошей прибыли, но если они не угадали, то убыток будет тоже не очень большой. Понимаете? Поэтому надо строить опционные стратегии, но их надо строить умеючи, надо знать, как их строить, поэтому надо прежде чем ввязываться в драку, изучить предмет. Ну, а если вы еще не знаете, как это сделать, вы понимаете, что, ну, во-первых, курс биржи для чайников, там я рассказываю о многих стратегиях, которые основаны на инструментах технического анализа, на инструментах, как ставить стоп-заявки, take profit, чтобы ограничить убытки, и там просто на фьючерсах можно зарабатывать очень и очень много. Здесь вы увидите, еще, наверное, будет высокочастотная торговля, будет, скорее всего, у некоторых людей по количеству сделок, я об этом расскажу. Вот. Ну, многие с этого начинают, и это, наверное, правильно, только главное, чтобы начинать с небольших сумм, чтобы набить руку. Вот. А дальше опционы и опционные стратегии. Ну, никуда вы не денетесь. И самый лучший курс по опционам в интернете, и самый лучший курс для начинающих трейдеров, это курс биржи для чайников, для начинающих, для чайников полных, и уже курс по опционам, это для тех, кто более продвинутый, на самом деле, потому что достаточно сложно уже его будет усвоить. Ну, пройти эти курсы вы можете, если найдете вот там значочек, или вон там ссылочка будет. Вот. Думайте. Если вы хотите зарабатывать так, как зарабатывает карма, поверьте мне, я пока с ним не знаком, но я вижу, что это очень умный товарищ, и он не зря зарабатывает такие деньги. Будьте как карма, строите стратегии, если вы хотите зарабатывать. И опять же, посмотрите, вот все основано на анализе рынка, то есть, я думаю, что рынок упадет, если рынок упадет, посмотрите, вот, если рынок упадет, то вот, вот он сюда, вот 112. Где у нас 112? Вот здесь. Вот если он упадет до 112, то я, то моя доходность составит, ну, в районе, там, ну, 36-40 тысяч рублей. Вот так вот. Ну, да. 37 тысяч рублей. Вот, то есть, 37% от того, что есть. Ну, это более вероятно, чем, скажем, случай роста. Оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.